В Санкт-Петербурге убит мигрант из Таджикистана. В российских тюрьмах продолжаются пытки со стороны ФСБ. Берды Мухамедов пошел по стопам Рахмона. В Санкт-Петербурге возле Ропшинского шоссе обнаружено тело гражданина Таджикистана со следами насильственной смерти. Об этом 31 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщило интернет-издательство Asia Times. По данным следствия, тело 48-летнего мужчины гражданина Таджикистана было найдено возле фабрики по производству мебели в районе Петродвор. В настоящее время на месте продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отметим, что миллионы жителей стран Центральной Азии вынуждены проводить годы напролет в трудовой миграции на территории России, лишенные всяких прав и обреченные на постоянные поборы и унижения со стороны российских чиновников и сотрудников силовых структур. Полное бесправие мигрантов в России приводит в том числе и к тому, что они часто оказываются жертвами насилия даже со стороны обычных россиян. Они уверены в своей безнаказанности. Два года наше стратегическое партнерство и союзное соотношение вышли на новый... Правители центрально-азиатских стран же традиционно после каждого подобного убийства хранят гробовое молчание, а мигранты тем временем продолжают возвращаться на родину в цинковых гробах. Проживающий уже более 10 лет в Адыгее и ставший фигурантом сфабрикованного уголовного дела по обвинению в терроризме, уроженец Таджикистана Сайот Убайдов заявил о применении к нему пыток в СИЗО номер 2 и бесчеловечном обращении. Об этом со слов его адвоката сообщает Кавказская Реалия. 24 декабря во время визита к Убайдову в СИЗО адвоката он сообщил, что 18 декабря был избит сотрудниками ФСБ. Это делали оперативники Адыгейского у ФСБ. Имен он их не знает, но видел их в ходе задержания в марте. В СИЗО Убайдова пытали током, на руках у него покраснение, на лице видимых следов нет. Также он предполагает, что у него сломано ребро, рассказал защитник. А также он рассказал об условии содержания в СИЗО. Сейчас в зимнее время окно в камере без стекла, оно не закрывается. В камере он содержится один. Он к тому же плохо владеет русским языком, опасается, что может подписать не тот документ. В отсутствие адвоката он ничего не делает. Ему приносят документ, якобы расписаться в графике дежурства. Он этого не делает. Его за это водворяют в карцер. Это происходит регулярно, сообщил адвокат. Напомним, что ранее журналисты уже сообщали о давлении и угрозах, оказываемых сотрудниками Адыгейского у ФСБ, в отношении родственников Убайдова, с требованиями склонить его подписать признательные показания. Так, по словам супруги Убайдова, Сабухат Рахмановой, силовики грозили отобрать у нее детей, лишив родительских прав. Также угрожали, что снесут дом, а нас депортируют, если мы наймем мужа адвоката. Это было еще в марте, когда мужа забирали. Они также угрожали арестовать и меня. 14 марта, когда они явились за моим мужем с утра в масках, нас с детьми закрыли в одной комнате, у нас четверо маленьких детей, все обыскали. Я видела в суде мужа. Он сказал, что его били током, заставляют подписать бумаги, что он вербовкой занимался, рассказала женщина. Примечательно, что уже был лишен гражданства и депортирован родной дядя Убайдова, Харитин Таиров. Он также ранее заявлял о давлении со стороны силовых структур из-за того, что отказался склонить племянника взять на себя вину. Угрозы поступали также в адрес активиста местной мусульманской общины, Владимира Майерова, за его активность в защите Убайдова. По его словам, 25 декабря через третьих лиц ему передали, если он не успокоится и не отойдет от этого дела, то с ним поступят так же, как с Убайдовым. Президент Туркменистана Гурбангулы Берды Мухаммедов 2 января назначил своего сына Сердара Берды Мухаммедова заместителем Хакима, губернатора Алхалского Вилаята, сообщает хроника Туркменистана. В связи с новым назначением Берды Мухаммедов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана. Сын президента параллельно занимает пост депутата в парламенте Туркменистана. Отметим, что возможность проработать на различных государственных постах для набора опыта часто предоставляется детям диктаторов, решивших оставить после себя у власти своих отпрысков. К сожалению, такая практика является распространенной при существующих режимах в странах Центральной Азии. Напомним, что Берды Мухаммедов не единственный диктатор в регионе, который готовит в качестве преемника своего сына. Президент Таджикистана Рахмон аналогичным образом готовит своего сына Рустами Эмамали, назначая его на различные ответственные посты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова